МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кузбассе приняли участие во всероссийской акции и высадили десятки саженцев. И одного срока мало. Заключенный Мариинской колонии признан виновным в 16 преступлениях. На телеканале «Мой город» время новостей. В студии Татьяна Матвеева. Здравствуйте. По соглашению Амана Тулеева с фондом содействия реформирования ЖКХ в Кузбасс поступили 507 миллионов рублей. Полученные средства предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Они будут направлены в 9 городов и 5 районов Кузбасса, сообщает пресс-служба областной администрации. Ситуация с паводком в Новокузнецке стабилизируется. Напомню, на выходных реки вышли из берегов, но уже сегодня специалисты зафиксировали резкое снижение воды приблизительно на 100 сантиметров. В составе комиссии по чрезвычайным ситуациям круглосуточно работают представители администрации и единой дежурно-диспетчерской службы, правоохранительных органов, спасательных служб. Все действия согласовываются с губернатором. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. Новокузнечане пристально следят за прогнозом погоды и подъемом воды в реках. На шестом километре затопило гаражные кооперативы «Водник» и «Крупс». Вертолетная площадка перекрыта. Вода вышла из кондома и вплотную подошла к дамбе. Сразу, моментально вода. А вот сейчас, видите, вода уходит, холод. Ну, это обычно по истории, как говорится, дождь идет, вода прибывает. А сейчас дождик идет, вода, наоборот, убывает. Паводковая ситуация в Новокузнецке находится на областном контроле. В городе работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Выставлено 8 наблюдательных постов. Оперативные службы работают в усиленном режиме. Опасные территории патрулируют добровольцы на лодках, которые предлагают свою помощь в эвакуации населения и домашних животных, а также вывозе имущество, если это необходимо. Вчера мы выставили пост на развезде об Агурском по противопаводковой у нас комиссии. То есть мы часть людей, кто желает, эвакуируем. Часть, кто не хочет, мы берем отказы у них, спрашиваем, по какой причине. Ситуация меняется постоянно. По последней информации, уровень воды в Томи снизился и составляет 695 сантиметров. Ситуация стабилизируется. Однако, несмотря на это, в зонах подтопления продолжают дежурить спасатели, медики, пожарные и другие специалисты. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Работники Департамента по охране объектов животного мира в Яйском районе стали настоящими дедами-мазаями. В лесу они спасли зайцев. Местная река разлилась, и зверьки оказались на небольшом островке. Зайцев переправили на Большую землю. Вот первый зайчик-пасённый. Вот он, миленький мой. Ой, какой ты, Господи. Самочка должна быть. Аман Тулеев принял отставку заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Валерия Шабанова в связи с переходом на другое место работы. Губернатор поблагодарил своего заместителя за многолетнюю работу и вручил ему орден почёта Кузбасса. С этого дня главным по агропромышленному комплексу в регионе назначен Илья Середюк. До вступления в должность заместителя главы Кузбасса он был главой Кемеровского района. Теперь это место в качестве исполняющего обязанности до предстоящих выборов займёт первый заместитель главы Глеб Орлов. В России может быть возобновлена норма закона о наказании за тунеядство, пишет газета «Известия». Поправки, подготовленные законодательным собранием Санкт-Петербурга, предусматривают наказание в виде исправительных работ сроком до одного года для россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести месяцев при наличии подходящей работы. Заведующая кафедра экономики, труда и управления персоналом Академии труда и социальных отношений Екатерина Самбраилова, считает, что понятие тунеядство неуместно в обществе, где не отрегулирован рынок труда. Вот что она сказала по этому поводу. В России нет ответственности государства по обеспечению занятости населения. У нас количество рабочих мест не превышает число незанятого населения и тех, кто работает без официального трудоустройства. Для реализации этой идеи нужно досконально определиться с терминологией. Одно дело, когда это алкоголик или наркоман, который не трудится уже много лет. Совсем другое, если он находится в поиске работы на бирже или вне ее. Ни в одном развитом государстве в мире нет ответственности за уклонение от занятости. Кузбассовец смог заработать 900 тысяч рублей, находясь за решеткой. К преступлению, за которое мужчина уже отбывает срок в Мариинской колонии, он решил добавить еще одно. 28-летний заключенный через мобильный банк и с помощью своих подельниц на свободе похитил с банковских счетов кузбассовцев почти 900 тысяч рублей. Лица, находящиеся на свободе, с которыми связывался дальнейшим уже обвиняемый, снимали данные денежные средства и направляли уже на нужды самого обвиняемого. Суммы от 10 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Организатор схемы мошенничества признан виновным в совершении 16 преступлений и приговорен к 5 годам лишения свободы. Его подельницей назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Новое дерево как символ памяти. Жители южной столицы Кузбасса поучаствовали в масштабном экологическом проекте, приуроченном к 70-летию Великой Победы. Всероссийская акция «Лес Победы» объединила порядка двух тысяч неравнодушных граждан. Среди них оказались и игроки Новокузнецкого хоккейного клуба. На Крепостной горе, где было высажено порядка 30 тысяч саженцев, побывала и Елизавета Черняк. В хоккейном чемпионате наступило межсезонье, но игроки «Металлурга» снова на поле. Правда, на этот раз не ледовом. Вместо клюшек столевары взяли в руки лопаты и наравне с остальными участниками высадили десятки молодых саженцев на Крепостной горе. К акции «Лес Победы» присоединились пятеро игроков основного состава команды и столько же ребят из «Кузнецких медведей». Всегда заботимся о своем городе, стараемся как чаще участвовать в таких акциях. Посадить дерево – это много. Уже не первый год участвуем в этой акции. В том году аналогичная была. Спасибо, хочу сказать, администрации города за такое мероприятие. В большом проекте приняли участие около полутора тысяч новокузнечан. Каждое посаженное дерево – как символ памяти о солдатах, погибших на фронте во время Великой Отечественной войны. Акция «Всероссийская» планируется, что по всей стране будет высажено порядка 27 миллионов саженцев. Я считаю, что те саженцы, которые мы сегодня высадим, это 30 тысяч саженцев, они приживутся, потому что это доброе дело. Мы дарим ту частичку природе, которую можем. Сбираем много, но дарим, к сожалению, то, что можем. Будем считать, что начало открытия тех посадок, которые будут у нас сейчас проводиться в этом году. Впрочем, это не последний проект подобного рода. Новокузнечане, которые не успели поучаствовать в акции «Лес Победы», смогут высадить саженцы сирени в разных районах города. Всероссийская акция стартовала в Новокузнецке под эгидой губернатора, получила название «Сирень Победы» и завершится 8 мая в канун Великого Праздника. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Кто получил главный приз на галоконцерте 45-го Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов, узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Танцы, буфеты, мотоцикл. В Кемерове прошла масштабная акция «Библионочь-2015». Твердая пятерка. Кузбасские спортсменки завоевали медали на Домашнем чемпионате России по вольной борьбе. Кемеровчане вернулись в СССР. Правда, лишь на одну ночь и в рамках ежегодной масштабной акции в поддержку чтения. Старт «Библионочи-2015» был дан зажигательным танцам, который вместе с горожанами устроили организаторы. После библиотеки имени Игоря Киселева можно было скоротать время в буфете, который, как и все вокруг, отражал атмосферу Советского Союза. Для тех, кто мечтал разгадать тайну СССР, устроили всесоюзный квест имени Ленина. А на площадке с говорящим названием «Без цензуры» читали запрещенные в Советском Союзе произведения и слушали запрещенную в те времена музыку. Изюминкой вечера стал чехословацкий мотоцикл «Ява» класса 50. Сделать селфи с этим раритетом хотел каждый. Мы увидели, как жили наши родители. Можно сказать, побывали, пожили так, как они. Посидели на мотоцикле старом, потрогали значки и узнали, как жили они. В четверг в Кузбассе стартуют сельскохозяйственные ярмарки, посвященные 70-летию Великой Победы. По традиции продукты можно будет приобрести по ценам ниже рыночных на 10-15%. На площадях будут работать мобильные офисы многофункциональных центров и консультационные центры технической инвентаризации Кемеровской области. Все желающие получат консультацию юриста и кадастрового инженера. Раскрыть грани таланта в сердце Кузбасса. В Кемерове состоялся галоконцерт 45-го Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области. Лучшие танцоры сибирского региона встретились на сцене музыкального театра, чтобы показать зрителям и членам жюри свое мастерство. С юными артистами познакомилась Полина Егошина. Шесть, семь, восемь, раз, два. Алина Артюшина старательно отрабатывает каждое движение. Большая ответственность в 14 лет быть солисткой танцевального коллектива. Алина не останавливается перед трудностями. Самые виртуозные «Па» поддаются напору юной танцовщицы. Все потому, что танцы для нее – жизнь. А главная мечта – стать хореографом. У меня есть свои задумки. Я даже ставлю нам с сестрой дуэт. Дома постоянно идет импровизация. Я могу пропадать в дворце культуры. Днями меня ищет мама. Я очень много времени провожу в дворце культуры. Ставлю свои постановки. Перед завершающим этапом Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области юные танцовщицы волнуются. И не напрасно. Конкуренция большая. География конкурса обширна. Кузбасс, Хакасия, Урал и даже Дальний Восток. Лучшие из лучших соревновались в четырех номинациях. Классический, народный и эстрадный танцы. А также современная хореография. Кемерово вообще славится тем, что это очень танцевальная территория Российской Федерации. И ежегодно на другие всероссийские мероприятия отсюда приезжают очень сильные коллективы. Очень интересные со своим почерком, со своей какой-то выдумкой. И самое главное, что дети все очень культурные, очень воспитанные. Каждый год планка повышается, а значит растет профессионализм участников. На этот раз свои номера показывали дети до 14 лет. Несмотря на юный возраст танцоров, коллективы прошли серьезный отбор. Было отсмотрено более 100 заявок, из которых только 22 попали в следующий этап. Стать частью «Счастливой двадцатки» можно так. Прислать видеоматериалы, получить личное приглашение от отборочной комиссии или победить на областном уровне. Поиск талантов идет в режиме нон-стоп, чтобы лучшие смогли выступить на гала-концерте. В число таких вошел и танцевальный коллектив «Грация», в котором любая девочка может стать танцовщицей. Они все похожи на меня, те, которые остаются. В них много энергии, они болеют, живут тем, что делают. Они это делают не просто потому, что это надо мне, а потому, что это надо им. Мы одна семья, мы делаем общее дело, поэтому, как мне кажется, у нас здорово получается. И у них действительно здорово получилось. Грацули так ласково называют своих подопечных Наталья Рогожникова. Справились? На ура! Теперь в копилке коллектива диплом лауреата в номинации «Эстрадный танец» престижного танцевального конкурса «Сибири», который практически полвека восхищает самое строгое жюри обилием талантов и дает шанс балетмейстерам и танцорам проявить себя. Кстати, главный приз губернатора Кемеровской области ушел в Прокопьевск ансамблю народного танца «Сибиряночка». Церемония награждения завершилась, зрительный зал опустел, чтобы через год снова встретить тех, для кого танец – это жизнь. Полина Егошина, Антон Скомаровский. Новости моего города. Кузбасские спортсменки выиграли пять медалей на домашнем чемпионате страны по вольной борьбе. Девушки разыграли награды в восьми весовых категориях, шесть из которых входят в олимпийскую программу. В первый соревновательный день хозяйки турнира завоевали три награды разного достоинства. Надежда Третьякова выиграла серебро в весовой категории до 55 килограммов, а Валерия Чепсаракова и Наталья Куксина стали третьими в весовых категориях до 48 и 69 килограммов соответственно. Во второй соревновательный день Любовь Стальникова и Наталья Федосеева заняли третьи места в весовых категориях до 53 и 60 килограммов. Чемпионат России имеет статус отборочного к европейским играм, которые пройдут в Баку в середине июня и чемпионату мира в Лас-Вегасе в начале сентября. Там девушки оспорят путевки на летнюю олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Все тренеры сборных команд, особенно в видах единоборства, считают, что главным соревнованием – это чемпионат России, и из него формируются команды на участие в чемпионате Европы или чемпионате мира и олимпийских игр. И не исключением является этот чемпионат России, который проводится здесь впервые, в Кемерово. Оно связано с тем, что мы хотим посмотреть степень готовности наших девочек в первую очередь. Кемеровский бильярдист Андрей Фрейзе стал шестикратным чемпионом России по динамичной пирамиде. Турнир среди мужчин прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 75 спортсменов из разных регионов страны. Кузбасс на этом турнире представлял Андрей Фрейзе. В финальном поединке кемеровчанин со счетом 6-2 обыграл Ильдара Вахитова из Набережных Челнов и стал уже в шестой раз чемпионом России по динамичной пирамиде. В Кемерове подвели итоги Кубка Сибири среди ветеранов по бильярдному спорту. Соревнования посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие сильнейшие ветераны-бильярдисты из Красноярского, Алтайского краев, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Всего 36 спортсменов. В личном зачете первое место занял Михаил Кондратенко из Красноярска. В командном зачете золото турнира выиграла Кемеровская команда клуба имени Боброва. Такое значимое хорошее соревнование на уровне всероссийского уровня этих соревнований проводится. И судейство, и благодаря администрации Кемеровской области, Оман Гутулееву, его поддержке, такие хорошие, серьезные соревнования проходят. И ветераны уже очень многие сказали слова благодарности. Им приятно приезжать всегда в Кузбасс соседних регионов. Они чувствуют, что здесь их принимают радужно. В минувшие выходные маленькие тзюдоисты со всего Кузбасса боролись за звание лучшего. В спорткомплексе «Арена» прошло первенство клуба «Дзюдо Кузбасса» среди мальчиков и девочек 2004-2005 годов рождения. Но сильные 10-летние спортсмены не все, чем может похвастаться наша область. С Кубкой Европы с бронзовой медалью вернулся Ислан Цыканов. Подробнее расскажет Юлия Мелехова. Давно известно случайности и не случайны. И иногда они приводят к большим результатам. 10 лет назад Ислан мечтал стать футболистом, но тренера себе не нашел. Тогда решил, займусь вольной борьбой. Но и здесь не все пошло гладко. Случайно перепутал спортивные залы и попал на дзюдо. Желеть ни о чем не приходится. Неделю назад Ислан стал бронзовым призером Кубка Европы среди юниоров. Это уже мой образ жизни получается. Живу дзюдо, целый день тренируюсь и это приносит успех. Значит, правильным делом занимаюсь. Кубок Европы был только отборочным этапом на первенство Европы. Однако именно он считается одним из самых сложных. Ислану пришлось бороться со спортсменами из Японии, Казахстана и Азербайджана. А это, по словам дзюдоиста, самые сильные соперники. Тренер Ислама уверен, таких больших результатов он добился только благодаря своему трудолюбию. Ежедневно все свободное время он тратил на тренировки. Теперь кузбасским спортсменам есть на кого равняться. У нас в клубе вообще все ребята перспективные. У нас в команде на данный момент находится 20 человек. И любой из них может попасть в сборную. То, что мы как бы работаем и рассчитываем на следующий год до 21 года, чтобы ребята, ну как минимум человек 5 у нас, также попали в сборную России. На чемпиона равняются не только такие же, как он, юниоры до 21 года, но и самые маленькие дзюдоисты. Уже сегодня они понимают, что они делают в этом зале и зачем надели такую форму. Чтобы иметь свое право и защищаться. В июне в Австрии состоится первенство Европы и Ислам сможет попасть в сборную. А значит, теперь тренировок станет еще больше и все самое интересное только впереди. Юлия Мелихова, Антон Скомаровский, новости моего города. Спортсмены, которым травмы не страшны. В Новокузнецке прошел турнир за кубок вызова по мини-футболу среди лечебных учреждений Кемеровской области. Соревнования приурочены сразу к трем юбилейным датам. 70 лет с окончания Великой Отечественной войны, 110 лет профсоюзному движению в России, а также 25 лет образования профсоюза работников здравоохранения России. По итогам турнира победителем признана сборная города Прокопьевска. Второе и третье место заняли 1-я и 29-я больницы Новокузнецка. Обладателем кубка вызова стала 1-я городская больница Южной столицы. Турнир изначально был организован между 1-й городской клинической больницей и 29-й городской больницей. Существует уже свыше 10 лет. Как правило, этот турнир проходит каждые полгода. В апреле в месте площадка заводского района. Зимой, как правило, в начале декабря проходит на базе спорткомплекса Олимп. На этом у меня все. Но новости с вами не прощаются. Прямо сейчас вас ждет рубрика «Тем временем». Георгий Демин расскажет очередную познавательную интернет-историю. Оставайтесь с нами и до встречи на телеканале «Мой город». Всего доброго. Здравствуйте. Тем временем блогеров потрясает мастерство короля видеомонтажа. Видеоблогер и режиссер Зак Кинг стал легендой YouTube благодаря необычным вирусным роликам, в которых он снимается сам. Звезда интернета заинтересовался техникой режиссуры в 7 лет и с тех пор стал невероятно известным. Сначала блогер монтировал ролики на макбуке, а потом отправился учиться на режиссера и монтажера в калифорнийский Байола-университи. В 2008 году Кинг запустил собственный веб-сайт Final Cut King.com, который получил название благодаря горячо любимой блогерам программе Final Cut Pro. Он прославился в 2011 году после публикации видеоролика с необычными спецэффектами под названием «Джедай Киттен Страйк Бэк». Котята-джедаи наносят ответный удар. Тогда ролик набрал более 13 миллионов просмотров. Также Кинг известен как мастер вайнов. Шестисекундных роликов, созданных в одноименном мобильном приложении Вайн. В этом формате с 13-го года он снимает о самом себе необычные истории, щедро сдобренные спецэффектами. Недавно автор популярных магических вайнов коротких видеороликов выпустил новый вирус, в котором он с аппетитом поедает облака, выпрыгивает из поездов на ходу и исчезает в недрах пылесоса. Это просто какой-то волшебник. На своём канале в YouTube и собственном сайте ЗАГ продолжает выкладывать шедевры, но армия его поклонников растёт и ширится. Тем временем оставайтесь с нами. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok